Сегодня очередная игра на снёс. Её как-то Рома, по-моему, в прошлом году стримбил. Называется Oppression Logic Bomb. Такой акшоний с видом сверху. В принципе, ничего так игра. Пытался до этого пройти её. С первого раза не вышло, но сейчас на стриме попробую её осилить. Уже вне стрима мне просто лень в неё играть. Что-то. Сдавали Джелико. 93-й год. Так, со звуком там напишите, ребята, что-то так. Нормально или тихо, или что-то прибавить надо, может. Вроде норм. Ладно, ну вот, что-то у нас тут. Входим, стреляем. Есть несколько оружий. На данный момент пока их мало. Всего два. Это спред и обычный автомат. Что-то тут ещё такого интересного есть. Можно фиксированно, короче, стрелять, зажимая шифт. Ну, всё такое. Не знаю, тут на самом деле, что про игру можно такого интересного рассказать. Просто не знаю, что они и чё мы. Всё. Единственная проблема игры, это иметь три конта всего. Всё. В грани без числа на два. Не-не-не-не. Она всего в идеале где-то минут на пятьдесят. Что для SNES это вообще удивительно, на мой взгляд. Конечно, передвигаться надо очень медленно. То враги-то любят внезапно появляться в изнятых игр. Конечно, треново, но можно попробовать их свой. Помню, если по-быстрому удастся и враги-то там продолжишь, если что. Да, дубово. А там ещё столько вписываться. А там же шумы, получается, вообще не закончены. Да. Так, сейчас я скажу Алексею, этот потенциометр покрути очень аккуратно, буквально на один-два градуса, не больше. Это про линзу первую сегодня. При калибровке там это всё очень чувствительное, безобразие. И в идеале бы с мультиметром замерять, какое сопротивление было и какое стало. Чё тут шарик-то? Начинаешь собирать консоли какие-нибудь, там понимаешь то, что их время не пощадило, и аппарат-то рабочий, но, блин, хочет идеальную работоспособность. Поэтому приходится ремонтировать, приводить в порядок. С Dreamcast'ом та же самая сестра Йовина. У него привод как шлюх крикитит, то есть ты сидишь вот тут, на всю комнату прям слышно, невозможно. Да, но главное, чтобы работать. Да когда... Да, напишет, хорошая игра проходил. Ну, она не такая сложная, со второго захода вполне нормально проходится. Так, во-первых, вот Асяри, который себе абсолютно ничего не представляет. Он вообще не двигается даже. Ну да, если стоять вот спереди от него, он будет чаржить, пару устрелов сделает и... Подходишь и стреляешь его снова. Если сбоку его будешь обходить, он будет как-то невнятно стрелять, неприятно. Ну, типа, дают... Типа, что-то вроде подсказки, то, что нужно уничтожать генератор или что-то там вроде. Ну, короче, это видеозапись, это у убитого босса. Ну, то, что мы забрали в него память. Короче, вот, нам тут показывают его действия, что-ли, или как. В общем, вот. По сюжету даже не знаю, что именно можно сказать. Тут есть какая-то база, ученых там что-то тестили, или дотестились. Так, ну вот тот самый генератор, который хранил гасяги. Генератор жирный. Ну, и что нам это дало? Это нам... ...дало очередную видеозапись с камер наблюдения. Показывают... ...длин, еще одного подобного боссаария. И ставит... ...вот этот какой-то генератор. ...который мы уничтожили. Так. Досовские игры, Михалыч, время тримит. И там, не знаю, по его мнению, нормальный, играбельный. Так что все у нас потихоньку настримится. Угу. Угу. И да, по поводу, мне снова зарубил его халфу. Что-нибудь по сети. Это у нас была такая движуха-солянка, которая потом отправилась в историю. Угу. 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 Так, что... ...что-то интересное посетить ибо халфы. Ну, ну... ...вроде были такие идеи, пока еще в разработке. Тем не менее, мне кажется, что полтора человека от силы из группы найдет, которые захотят поиграть. Ну, на тот же самый Megamind Smash или как он там... ...модификацию набрали тогда народу вроде... ...не так уж мало было. Неплохо. Так что в принципе... ...блета не такая. Нет, не плохая. Я лично пас... ...никогда не видел халфугию, что-нибудь в этом роде. Ну, это там не обязательно. Просто, что-нибудь очень интересно. Прям... ...в кс-очка. ...блета не засуну . Я надеюсь, что буршание не сильно слышно. А, нормально. По крайне мере мне нормально. Стой-дя не знаю. Угу. Шо-шо... ...не-блета не нарушка. Угу. Я танков. А, привет. все-таки он одноклеточный какой-то безобразие пока что я не думаю что как бы разнообразие оружие спасут на браздник с этим оружием есть интересный замок ладно смотрим постепенно может за счет делать голосовал ты хочешь делай вот это секретное оружие будешь брать прошли пришли от наружу не обознать где она точно находится без если подскажет что возьмем и очередной генератор ну вот увидим что с удалось никак не пробраться и уничтожить этот замок мы не можем поэтому нам надо вводить в лифт который у нас указан на карте и там нам дадут новое оружие при помощи которого мы сможем уничтожить этот замок дурацкий так оружие нам показывать сразу же как им надо действовать что он пилот в общем это лазер который подскакивает от стенок и при помощи него нам нужно уничтожить ту хрень так оружие вполне себе плотное о можно и некоторых полков хорошо использовать если до них невозможно из-за стены добраться вот допустим с их турелем так так успокойно без особых проблем уничтожаем это что тут так 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 прошли говорит говорит так ребят рвать и пилить я не думаю что кто-то у нас вызовется ибо не надо банально потому что насколько я знаю сообщество больше информативные не жили там информативно-развлекательные так сироки пикетель еще чуть-чуть не у нас вот найдется хорошо так не 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 так так двери не знаю где он точно находится еще да потому что в навигации я тут не особо сюда не как ну в ах и так там надо найти телепорт на природе вроде мощный я не помню и она на природе это наверно понял где эти локации расположены так вот зеленая херня в которой надо уборачиваться или невозможно так делаем так вот и все избавляемся как бы ни второе время до тех пор пока уничтожим генералы и надоело в потемках конечно локации наличие карты как-то лишает надежу угу чернок еще кекс применим чатик замолк капитально что поделать может народ у нас уже просто в валенке просто сидит перец в монитор все так мы вернулись на ту же самую локацию откуда пришли где нам нужно было это спецоружие использовать и идем туда где нам вообще это локации выглядит так очередной босярин по моему это красный он сам ну окей будем действовать да боссы просто блещут оригинальностью ну да ужасно это пока что первые такие там дальше будут более зверские что скажем это одинка что не есть хорошо для меня что не есть хорошо для меня да завалил завалил вот повторяется это одно которое мы ввалили в самом начале подобие босса на самом деле он просто прикидывается боссом ну толком какого так вот нам показывают на поверхности планеты не знаю чего там то чего-то на природе то что установили то что установили какие-то очередные генераторы которые эммм меняют ландшафт и переносят его в другой мир что ли так так уничтожил на этот раз генератор так 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 бывает 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 так 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 что тут у нас очередной записи так нам показывают следующего босярия как его волю сейчас неуязвим Но приходит чувак с огнеметом и уничтожает у него клешью. Но чувак с огнеметом быстро умирает. В принципе, это нам поможет. Сейчас нам надо идти в один из телепортов. Пока на босяре нам все равно не дадут пойти, потому что игра все-таки не полная давно, даже вообще не давно. Без оружия нам точно не будет. Тебе напишет, что ты в А4. Секрет тот, что в правом нижнем углу, да. Ну это та локация, где-то два телепорта, видимо, да. Ну сейчас, короче, посмотрим. Так, ну вот это два что-то там. Вот это, видимо, А4. Просто туда пойти. Так, ну да, вот А4. Спорт на уровне по 1. Ммм. Алискаем. И нам. Где-то почти. Так, не важно. Мамачты. Так, сюда мне пока нельзя пойти, потому что у меня нет нужного оружия. Этот, кстати, проход к бассейне. Угу. Угу. Сейчас мне надо передалить за оружие. Сейчас мне надо передалить за оружие. Смотрки. Так, это я видел, это мне не надо смотреть. Здесь это скипается. Слава богу. Дааа, нет. Это не скипается, к сожалению. Хм. Придется нам еще раз смотреть фейл этих солдат. Терехкость. Вот. Ну, полу-фейл, ладно. главное показали как это все дело работает так нам дает следующее оружие это огнемет нам позволяет стрелять из-за угла таким образом он как бы ну огибает угол на немного и по сути это самое сильное оружие в игре теперь уже надо валить локацию где откуда спектром смотря что там опять же не спектры там надо искать тогда не лично со спектрумом вообще в руках не держал поэтому у нас этот у нас димка удалов он по спектру на спектру собаку съел он в руках держал времена и по сей день спектрум у него живой валяются да он точно скажет но мне почему-то кажется что спектром у нас ограничится вот чем о дизе пацаны идеи вот неплохо да да вот сама полный возможно если выйти напрямую к нему а нет они все равно летят в любом случае все равно басяри умирает так что идем дальше так тут нам дают телепорт следующую локацию и силку если не ошибаюсь ну ладно хоть тут разрабы выдумались послево серия жизни не ну знаешь все таки был неплохо если бы не автоматом там восстанавливать надо так с одной стороны да но в другой стороне в принципе так сойдет ну да там на карте к тому же это было покажено главное не профукать и не забыть что бывает так забываю пользоваться великолепным оружием огнемет который огибает пространство вот как мы видим оружие тут вполне юзабельно ну да единственное что я спектр пока не так часто использовал но в дальнейшем я его буду использовать чаще врагов будет чуть побольше так вот эта самая дурацкая штука почему-то она не хочет уничтожать что странно она должна интересно а блин она же не уничтожается к ней просто нужно подойти и подобрать я забыл я забыл просто ты то что все предметы надо уничтожать такое внезапное действие внезапное блин все равно да оружие да подходи стреляешь ну получай новое оружие там пока еще все знаешь мне это напоминает одну игру из этого из раз линейки sd гандам на снесе тоже та же херня ты ходишь гандам просто стреляешь все потом даже такой же там грубо говоря бэкграунду ну грубкая логика уровень только там еще прыгать нужно было да я линейку эту смотрю она очень понравилась да там блин вот та игра которая у меня на карьке валяется на одноклеточной это дезобразие просто то есть ты сидишь и идешь на босса такой окей доходишь до босса валишь вот такой думаешь ну ладно следующего та же самая херня то есть ты что материн на следующем уровне приходишь видишь тот же самый босс практически тоже сам босс по механике так всю игру чем чем в принципе эта игра мне понравилась местами конечно подверг на что делать но в целом такая простенькая непряжная играть приятно почему бы не сыграть ну да ну спорю на один раз ну да да ну в принципе ты же в начале говорил только на стриме остальное да или проходить а там не стрима мне не хочется не могу себя заставить честно только не стоит жж как то так из последних допустим тот же самый clock tower ну мне его хотелось перепроходить несколько раз все таки разные концепции было посмотрел бы как он на нормальном железе идёт но надо искать права можно в принципе и флэшак найти но с флэшаком беда вообще сейчас учитывает курс долларов вообще не кайф спрашивает какая локация я не знаю после природы какая-то хе-хе-хе-хе-хе-хе кстати коричневую форму взрывается если таки касается главного героя что его в первую очередь надо давать не 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 а 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 58 ну не как 18 декабря когда он до 60 там с копейками 67 вообще все ну да ладно посмотрим что будет дальше короче запасаемся попкорном так помните не встречал почему есть есть ребята в русскоязычном сегменте интернетов но у них есть одна особенность а эта игра непроходимая короче значит сегодня мы есть чертами сейфстейтами значит пройдем 2 части хотя там какой-нибудь чпдл на 15 минут ну или что-нибудь другое подобное нельзя гайден не проходим короче знаешь вообще говно и ветра многие до да ну да да нет нет вы нынете текстовые рецензии на игромании перец это здесь или порт вопрос там такой из трех и как пофиг три канта есть, надеюсь мне этого хватит, ну по-моему сейчас пополнение кота было, как и взят статей да да екс 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 что же, поскорее хочу разделать снос что следующее? после снос это? да да, на неке надо поискать игры еще, среди графических нового хентая да, это страшно посматривать, к тому же еще нет фасбору, не приходится все эти дурацкие заставки смотреть угу 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 вы не подумайте, что я против хентая, я просто, блин, я хочу поиграть в игры и не смотреть картинки так можем посмотреть что у нас что у нас, что у нас, что у нас так, подожди, это же у нас турбографикс еще, да? нет он же турбографикс у нас, так ведь? нет, нет, это PC98 ааа, блин, PC98 не, 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 это PCN уже у меня переклинило все я не знаю помню помню сейчас ну, да да, там использовать окружение все-таки, как-никак при том, каждый раз тут перестраиваться на одни и те же действия реагирует по-разному сначала ты со спины к нему зашел фигачил и он уже на следующий раз понимает, что со спины к нему кто-то будет подходить, поэтому он скучает там какую-то хрень и все ну, это да так что этим он интересен блин, интересно, сколько стоит сейчас еще на плойку Бутмена ну, дороговато, скажу, все дороговато ну, я посмотрю в этом стоп-новое есть остатки, которым сто лет в обед никто им переоценку не делал это сейчас, блин, я вчера зашел чуть сознание не потерял хоть не вчера он 31-го, когда шлялся поэтому обязан вообще, чуть сознание не потерял приходишь, играю на третью пловику там в GTA 5 4 300, когда видишь что? на третью? ну, вот, ну там, скорее всего Arkham в Сити, первая Arkham и Сауна вот они, скорее всего, ушел а, который Origin там, бля вот туда это карка ну, мог с таким местом Origin? ммм, я играл на 3DS, там не, ну, Origin там, плаги ну, ну ну ну, а что там с Origin да, как-то не знаю по-моему, он бусфайты не интересные а, не знаю, играна раз среди всех этих игр обработали но это не очень мне показалось сцена да, они мне на самом деле весь этот Arkham он, Arkham, мне кажется вообще каким-то вникой чём даааа вот в чём да кстати я играл в этот Arkham Origins Bloodgate и тут просто метроид Ваня 10 из 10 на ПК она тоже есть так что рекомендую к просмотру ну, просто, знаешь, так обычная метроида Ваня работает всё там всякие гаджеты открываются там относительно нелиней конечно местами есть корявости ну тем не менее пойти можно секретоньки там костюмчики правда, блин самое тупое там ты под конец игры который тебе просто дает бессмертия и и вот это вообще просто, знаешь лютое читерство но последним эмбосе ты чё ну вообще не паришься а всё почему потому что ты лез там, знаешь, буквально в каждую стенку сканировал каждую хрень потом вернулся забрал там если открыл какой-то пауарапчик вернулся забрал там эту плюшку в эту локацию что-то по ней по ней 40 раз не делит так да проще вся суть игру потом теряется пауарапчик он сейчас первое издание 799 но в городе у нас нет поэтому можно забыть зато архем сити и корня у нас тоже нет 999 стоит утрите такой кузнус есть кимов за я продившим которым полтора рубля стоит зато везде есть он не сейчас я там тогда вопрос в том где на такую атаковать так да пока не могу пройти потому что а нет могу уже потому что мне дали клон хорошая стратегическая вещь он еще одно оружие нам дают наподобие клона но тоже используется на другой кнопку по сути неплохая вещь но применяется мало где к сожалению что толку от нее не так много так вот нас отправляет снова в то самое место откуда я приперся и тут уже нам дают использовать те самые бомбы но если с ожиданием часть не буду использовать потому что бывает можно было использовать так что тут у нас у нас тут очередной скоростью очень быстро весело безобразие просто весело все-таки самое крутое оружие у нас есть еще по моему два босса осталось так что если кому-то куда-то кажется все закончится да не в шуму уныву и тут стоять стоять тупо и долбиться в дверь да единственное развлечение которое остается там правда что ли нигде нельзя поспать чтобы переждать так нет ты можешь поспать только в определенное время все полная хрень ну да что я сейчас сделал сейчас я убрал эту зеленую хрень из под ног и теперь куда мне надо идти сейчас скорее всего либо босяре будет либо что так вот это пополнение кп должно быть или карта ну да допустим и нам показывают что мы можем идти только на телепорт я это по сяре конечно не вовремя потому что у меня по них рена нет первый конт слону не критично чаши осталось пару басяре и сволочек тролль еще тот конец игры практически ожидать то можно хватит не а а а а а а а а а и и Дальше. Сейчас, походу, второе поле полет. Жизнь. Второй полет. Жизнь. Вторая. Босс, нейтраль, плиз. Затравлю. О, шор. Хреново, хреново. Самый контон-то на последнего босса. Ай, короче. Ладно, бывает, на самом деле. Да, что не поделаешь, на два контона одном, это как-то уже... Да, хреново. Ну, это один из самых хреновых боссов. Которых, конечно, не очень много, но тем не менее. Тебе хреново, почему-то в прошлый раз выстрелил, и ничего не появилось, а в этот раз выстрелил. Чего-то поедет. Дыра. Дыра, дыра. 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 Руки. Дыра. Да. Не, конечно, тут хреново очень сработано было, но... Ну да ладно. Как есть, так и гости. И сейчас она сразу кидает в комнату с вродами, в котором тут жопа не жует. Довольно входы с стороны разорова. Ну, пополнение ФП дали, наконец-то. Отлично. Да блин, нахрен этот идиот нужен, он все равно тупой. Он ничего не умеет. Встаем, короче, встаем вот где-то сюда. Короче, просто нужно нормально сверхспортно уйти и все. Но, тем не менее, я получаю урон. Что ты делаешь? Главное дотянуть. Осталось совсем еще не надо. Тогда только однако антюня или нулевая еще будет. По-моему, нулевая еще будет. Ну, тогда вообще нормально, а то, блин, последние попытки это вообще не беда. Ну тут проблема в том, что у вас босс тот еще мудак на самом деле. В каком смысле он так? Ну, в том плане, то, что если неправильно к нему тактику использовать, то он вынесет очень-очень быстро. Да. Так, ну это, по-моему, предпоследняя локация или даже последняя уже. Только сейчас мы, типа, в другом измерении, в измерении этих идиотов. Тут нам просто крутить из точки А в точку Бонюжи и все. Ласт Босс. Вообще, меня довольно-таки удивило, то, что в первый раз туда ее проходили. Ну, пытался туда ходить. Я дошел туда до этого, Ласт Босс, и там умер. Подумал, то, что игра еще на несколько часов, как минимум, будет при контакте, как-то. Ну, явно маловато. Ну, а с учетом того, что продолжительность вроде не такая большая, то все не столь плохо. В принципе, в принципе, да. Ну, был бы десяток контов, так как-то вообще бы это расплюнуть. Чуть-чуть, там, ты бесконечно. Да, что было бы лучше. Просто я не вижу смысла в некоторых игр ограничивать количество. Слышал бы, только в отличие. Ну, представь, ты покупаешь игру за полную стоимость, получаешь там от силы. Десять минут попариться в ней. Ну, опять же, да. Блин, смотри, какая это все-таки зависит. В том же самом R-Type на Снаси. Бесконечный контейнер. Блин, он такой подтвердный и не мразимый, что... Не знаю, Серега тогда показывал его на стриме, там еще полу. Там просто дошел к чеку, это уже счастье. И прокачку не потерял уже счастье. Эх, эх. Так, ну, этот вос убивается очень легко. Просто появляется кто-то на экране. И выгоняем его с экрана сразу же. Так, потому что безопаснее, проще его валить и бомбить. Однако. Еще одна проблема, он судьбит. Босс сдох. Ну, не босс, ну, не важно, короче. Так, это сейчас не было с места, да? Потому что просто встал под выстрелы этого дурака. Все, ласт босс. Да. Сейчас осталось просто его попытаться уничтожить. Главное, эти сволочи на клонов не реагируют. Они хотят вот это. А так и реагируют уже. Вот этот вос, вот, как вы можете видеть, он... Вот что делает. Да. Да, последний конк остался, если что. Вот сейчас. Он спросил уже, какие-то игры, чтобы он больше никогда не запускал. Вышлоство игры наснете. Как я и говорил, их нет. Если есть, то полторы от силы. Ну, они как бы есть, но... Он илыб и безобразие. Ну, не знаю. Здесь нормальные игры, в принципе. Подожди, он стреляет, когда и ты стреляешь. Да. Вот, не сходил. Не, однако. Все, игра пройдена. Десять, 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 просто. Да, вот такая вот тактика. Вообще, спасибо Роме, потому что я у него подсмотрел эту тактику. С действием этого говна. Так, еще она. Тут нужно... А, это еще не конец, блин. Ну, все, надеюсь, конец, блин. В общем-то, все, пожалуй. Надеюсь. Да, все. Отлично. Ну, и в целом... Блин, я даже не знаю, что сказать такого по этой игре, какова ее итоговая оценка. В принципе, играбельно. В какое-то удовольствие я от нее получил. Если по 10-балльной оценивать, то где-то в районе, пожалуй, 7 из 10. Для 93-го года вполне себе и неплохо. Есть какое-то разнообразие в оружии, но, опять же, есть некоторые проблемы, потому что, когда дают огнемет, то все. Можно на некоторое время забывать о другом оружии, если только не нужно выпиливать врагов издали. Но, пожалуй... Да, пожалуй, 7 из 10 сойдет. Ну, с музыкой, конечно, еще дарут. Немного хреново. Могли сделать повыше. Не, вообще она, кстати, напоминает какую-то Контру 3-ю, тоже со Снеса. И как-то, не знаю, у меня с Контру 3 и не самая лучшая ассоциация, если честно. Ну, понятненько. В общем, вот. Сейчас, типа, дальше будешь стримить туда. Я не знаю. Я пошел... Завалил. Ну, хотя, давайте, че уж тут. У меня все равно. Не знаю, что с стакан газировки возьму, то, блин. Сейчас еще придется долгом развлекать, как-то народ. Не, ну, я могу что-нибудь еще постримить туда. Не, ну, есть, ты хочешь, конечно. Вот. Так, я не знаю даже. Так, че делаем? Да, я на самом деле не знаю. Мне, в принципе, могу я постримить, если хочешь, ты можешь постримить. Не, без разницы. Я там могу шину постримить, потому что у меня один хера. Интересно, что там дальше будет. Такое же унылое тыкало в... В двери. В двери. И ожидание, когда все это... Придет нужный час. Ну да. Просто живешь один день. Ой, кшон, кшон. Все, опять рутина. Ладно, ребята, кто в чате, напишите, что вы хотите. Я, чтобы хотел постримить, это... Мегамэн X1. Просто хотел показать, в чем его крутость действительно атак. Вот. Либо Никитос будет стримить к шему продолжать. Вообще, Евчатик точно хочет. Да. Суперуды я. Суперуды не надо для Dreamcast. Нет, Чирпан пайтинг на сяшке нет. Так. Пайтинг. Ой, ой, ужас. Сейчас пока все равно откидры идут. Так, один за Гришу. Один за Гришу. Кшу Гришу. Так, там Гену скинул карту. Как добраться до этого? До этого. В принципе, чай, я не знаю. Пока никто бы постримил, я в это время и немного стрим позалипал, в конфет посидел, поболтал что-нибудь. И параллельно бы продолжал искать игры на Неке. Да, страшное занятие, на самом деле. В принципе, давай, Никитос, ты лучше. Я как раз хоть по-буду на многофункциональном. Ладно. Ладно, окей, будем тогда сейчас наблюдать за суперумынием дальше. Сейчас тут титры закончатся. Такей. Окей, окей. В принципе, кстати, музыка в титрах довольно-таки неплохая. Я не слышу ничего. Я не слышу ничего. Субтитры делал DimaTorzok Все, завершаю стрим Всем спасибо, кто смотрел Никуда не расходите Сейчас продолжение шиньму будет